всем привет как меня слышно и видно поставьте пожалуйста плюсики кому меня видно и слышно отлично итак сегодня я расскажу вам про принципы аюрведы которые необходимы и которые помогут каждой женщине быть еще более здоровый а еще более красивый и главное принципы как можно поддержать молодость это очень важно я борис рогозин я заведующий кафедры а юрведической медицины российского университета дружбы народов который находится здесь рдм москве я изучал и юрведу в индии учился там 10 лет и последние 15 лет практикую в москве аюрведическую медицину соответственно обучаю всех желающих аюрведе и часто провожу вебинары и семинары для женщин про женское здоровье аюрведа довольно таки древняя наука и очень много принципов которые использовались последние тысячелетия можно использовать у нас все это очень практично юридические врачи до сих пор практикуют аюрведу по всему миру и конечно же в россии аюрведа также популярна и есть несколько необходимых вещей которые ну пожалуй важно и очень важно всегда использовать для женщины в первую очередь это регуляция гормонов гормональная система женщин очень важно она отличается от мужской системы и как женщина себя ведет в течение дня как она спит что она ест влияет на то в каком состоянии находятся гормоны поэтому к примеру в эруидической медицине говорится о том что очень важно для женщины спать 7 8 часов в течение ночи этот сон должен быть непрерывным этот сон должен быть регулярным и желательно чтобы он начинался до 10 до 11 вечера потому что если сон у женщины нарушается обычно это приводит к нарушению гормональной системы и многие гормоны которые нарушаются из-за сна они приводят к тому что женщина начинает много есть и особенно это проявляется с годами то есть чем старше женщина остановится чем старше становится ее организм тем больше гормональная система может меняться и поэтому для женщины необходимо спать 7 8 часов если если вас ваш сон он прерывистый если ваш сон он беспокойный то очень здорово пить определенные травы которые помогают восстановить женский организм восстановить качество сна то есть к примеру это ромашка это валерьяна делать небольшой самомассаж тела он также необходим для того чтобы улучшить качество сна но и в эрведе есть очень много масел допустим там масла маха на райна до шамула масла которые помогают женщине восстановиться намного быстрее чем обычно это может произойти если же у вас до сих пор и эти методы вы уже попробовали они не помогают то конечно же нужно было обратиться к специалисту потому что например у нас в россии по крайней мере в москве есть даже целый институт сна которым как раз разбираются проблемы почему женщина не спит в чем причина какие гормоны к этому скажем так на это влияет какие гормоны непосредственно влияют на женский организм это конечно очень важно потому что регулировать сон это ну пожалуй такая необходимость для женского организма и вы можете часто задаваться вопросом почему к примеру есть потеря энергии почему есть потеря сил почему плохое пищеварение почему суставы болят но на самом деле в эрведе все это объясняется и главное то есть есть несколько причин которые являются ключевыми в здоровье одна из них это конечно же качество и количество сна и количество сна но тоже немаловажно к примеру в эргической медицине не рекомендуется спать днем потому что если вы спите днем это если у вас преклонный возраст и или вы восстанавливаетесь после болезни или вы очень сильно устали на работе туда но регулярный сон днем не очень хорошую он не рекомендуется поэтому лучше всего спать только ночью то есть стараться высыпаться а если у вас проблема которая связана с тем что вы не можете выспаться ощущение несвежести в организме тогда очень важно чистить свой организм и как раз аюрведа учит большому количеству методов о том как почистить свой организм что сделать с организмом какие методы необходимо использовать для того чтобы организм был чистый и не всегда чистка организма это скажем так когда вы пьете там лимонный сок с оливковым маслом нет это не всегда на самом деле очистка организма это намного больше чем просто выпить масло полежать на грелке очистка организма это более глубокий процесс он должен быть постоянным то есть постоянно нужно ухаживать за своим телом следить за теми сигналами какой которые тело скажем так посылает вам и вот как раз на кафедре на которые я преподаю последние три года это кафедра аюрведы при руден там мы разбираем все эти процессы обучая специалистов по аюрведе обучая всех желающих тому как поддерживать свое тело но на самом деле для этого сейчас не обязательно приезжать москву и учиться здесь есть очень много курсов онлайн в которых вы можете узнать о том как поддерживать свой организм и что необходимо для здоровья и так как я говорил в первую очередь это качество и количество сна влияет на повседневное здоровье но запас энергии на работу пищеварения на ваши эмоции конечно же на гормональный фон гормональный фон он в организме у женщины пожалуй один из самых главных причем у мужчины так как в основном характер у мужчины может быть более жесткий мужчина больше любит ставить такую цель и идти к ней невзирая на свои ощущения то женщина по сравнению с мужчиной она более чувствительна более эмоционально и согласно аюрведической медицине для женщины очень важно прислушиваться к своим эмоциям наблюдать за такими колокольчиками которые могут говорить о том что там или там про что-то проходит не так там высыпание на лице раздражение где-то на коже болевые ощущения во время цикла неправильное пищеварение это все показывает что в организме есть какие-то нарушения и очень здорово если у женщины есть время и есть возможности следить за такими нарушениями отслеживать их и конечно же вовремя принимать какие-то правильные решения и как раз в восточной медицине в аюрведе в йоге есть очень много факторов которые помогают поддержать здоровье такое ежедневное к примеру в йоге есть асаны которые помогают привести в порядок позвоночник есть дыхательные упражнения которые помогают восстановить нервную систему примеру есть одно очень легкое дыхательное упражнение оно называется альтернативное дыхание или языком йоги ануломавеллома пранаяма пранаяма это дыхательное упражнение когда вы сидите прямо то есть ваша спина прямая и вы делаете глубокий вдох и выдох поочередно чередуя ноздри то есть вдыхаете через левую ноздрю выдыхаете через правую ноздрю вдыхаете через правую ноздрю и вы вы дыхаете через левую ноздрю. Кто знает эту пранаяму, пожалуйста, поставьте плюсики. Это очень легкий, довольно-таки известный метод, и очень много йога-центров, очень много школ, которые обучают именно этой пранаяме. Отлично, я вижу, что очень много людей знакомы с этой пранаямой. И вот эта пранаяма помогает регулировать доши. Доши – это элементы, которые находятся в организме женщины. Это элемент воздуха, огня, слизи. Это все смешано между собой, и как раз доши помогают организму женщины регулировать процессы, которые находятся внутри. Для женского организма очень важно, помимо отдыха, также правильное питание. Питание основано, в первую очередь, на употреблении продуктов, которые связаны с возрастом, продукты, которые связаны с климатом. Потому что если вы живете, к примеру, в холодном климате, то не нужно каждое утро кушать фрукты. Это может охлаждать организм и, конечно же, ухудшать его функцию. Когда вы живете в жарком климате, не нужно каждое утро кушать каши, потому что они согревают. И, соответственно, очень важно это сочетание продуктов. Порой мы не задумываемся, когда кушаем фрукты и овощи вместе. Но согласно аюрведической медицине, сочетание фруктов и овощей – оно не очень хорошее. И это в современной медицине также доказывается о том, что фрукты перевариваются быстрее, овощи медленнее. И поэтому очень важно есть их раздельно. То есть сначала кушать фрукты и примерно через часик начинать употреблять овощи. Потому что они перевариваются по-разному. И когда женщина постоянно ест одно и то же, то есть вот это сочетание фруктов и овощей, то происходит вздутие газообразования. Конечно же, если вы занимаетесь физической нагрузкой, если вы три или два раза в неделю ходите, к примеру, в фитнес, или занимаетесь йогой, то такие неприятности, которые возникают в ЖКТ, они будут исчезать. Но тем не менее, очень важно часто не использовать такие смеси, потому что овощи и фрукты часто причиняют беспокойство вашему желудочно-кишечному тракту. И возникают колики, когда накапливаются газы, могут возникать неприятные ощущения внизу у живота. Многие женщины могут подумать, что это может быть связано с маткой, связано что-то с репродуктивной системой. Но на самом деле это не так, потому что это часто связано просто с работой желудочно-кишечного тракта и с неправильным перевариванием пищи. Поэтому обращайте внимание на то, в каких сочетаниях вы кушаете. Кто часто употребляет на ночь бананы и цитрусовые? Напишите, пожалуйста, поставьте плюсик. Бананы и цитрусовые – это, пожалуй, тот продукт, который, наверное, если посмотреть во многих магазинах, просто сметается с пола, когда он появляется зачастую. Вот. Итак, смотрите, бананы и цитрусовые для того, чтобы желудочно-кишечный тракт был здоровый, очень важно не употреблять после 6 вечера. Бананы, они, хотя это, казалось бы, легкий продукт, они не будут хорошо усваиваться вечером. А цитрусовые на ночь, они, наоборот, повышают кислотность. И поэтому старайтесь не есть после 6 вечера бананы и цитрусовые, любые цитрусовые фрукты. Если вы кладете кусочек лимона в чай, это ничего страшного, но именно съесть цитрусовые фрукты или выпить стакан цитрусового сока на ночь – это не очень хорошо. Это меняет кислотность и зачастую у многих женщин вызывает, опять-таки, вздутие газообразования, что неприятно. Это, конечно же, может влиять и на эндокринную систему, и на эмоциональные составляющие. Если вы периодически делаете чистки организма, конечно же, это помогает, потому что, к примеру, если вы раз в неделю делаете чистку, чистка может представлять из себя просто разгрузочный день. То есть, к примеру, вы варите гречку и целый день кушаете только гречку. Здесь практически нет противопоказаний, за исключением того, что беременным женщинам не нужно делать чистку. И вот, если вы делаете такую чистку, то это, конечно же, будет убирать такие проблемы, когда у вас есть неправильное сочетание продуктов, когда вы неправильно спите, организм будет восстанавливаться, у вас будет больше энергии, больше энтузиазма. А если вы делаете продолжительные чистки, 5 дней, 7 дней, 14 дней, то это также будет помогать очищению организма. Но, тем не менее, обращайте внимание на такие вещи и, соответственно, не смешивайте продукты между собой и не ешьте бананы и цитрусовые на ночь. Я часто рекомендую своим пациенткам использовать специи в приготовлении пищи. Кто использует специи помимо черного перца и помимо соли? Потому что интересно, что у нас в России, когда с человеком говоришь и спрашиваешь, какие специи вы используете? Соль и черный перец. Кто использует другие специи? Есть такие из слушателей? Отлично. Поставьте плюсики, кто использует специи. К специям я отношу куркума. Это такая желтенькая. Куркума практически безвредна. Ну, конечно же, любой продукт, когда вы начинаете его использовать в своей жизни, нужно учитывать тот факт, что есть просто непереносимость. Куркуме бывает очень редкая непереносимость, но, тем не менее, такое бывает. Поэтому, в первую очередь, если у вас куркума, имбирь, перец, еще очень хорошо использовать кориандр. То есть, когда кориандр прорастает, получается зелень, называемая кинза. Есть еще кориандр в виде именно семян кориандра, которые можно использовать. И вот такие семена кориандра, они очень хороши для переваривания газов. Поэтому, если у вас возникает часто вздутие газообразования, то вы можете использовать кориандр в пищу, то есть, готовить вместе с кориандром. И тем самым улучшать состояние. То есть, у вас будет меньше вздутия, меньше газообразования. И, конечно же, пищеварение будет намного лучше. То есть, вам, скажем, будет более комфортно переваривать любую пищу. Поэтому старайтесь добавлять куркуму, кориандр, тмин и черный перец. Тем, кому не нравится тмин, можно добавлять кумин, потому что это практически то же самое. И эти специи, эта смесь специй всегда будет улучшать пищеварение. Вы будете чувствовать себя комфортно. Также, если вы понимаете, что после еды у вас возникает неприятное ощущение в животе, тяжесть, вздутие, вы можете делать водичку из фенхеля. Чайная ложка фенхеля заливается стаканом кипятка. И примерно через 10-15 минут вот такую водичку можно пить. Если вкус фенхеля вам не очень подходит, вы можете использовать также кориандр. Можно использовать семена горчицы или же семена петрушки, которые часто женщины используют во время беременности или во время кормления. Все эти специи помогают избавиться от неприятных ощущений в животе, от тяжести в животе, и вам не нужно будет пить всякие мизимы или другие химические средства, которые могут в буквальном смысле причинить беспокойство слизистой ЖКТ и в дальнейшем ухудшить слизистую ЖКТ. Старайтесь использовать такие более натуральные средства. Это, конечно же, поможет вашему пищеварению. В аюрведе также говорится не употреблять во время еды ничего холодного, потому что если вы употребляете во время еды холодные продукты, ну, к примеру, запиваете пищу холодной водой, употребляете мороженое сразу после еды, то это обычно приводит к ухудшению пищеварения. И особенно в летний период старайтесь есть мороженое отдельно от еды, потому что всегда, когда вы употребляете сразу после еды холодные продукты, то это останавливает пищеварение, замедляет пищеварение, и, ну, скажем так, вся пища, которая находится у вас внутри, будет перевариваться через очень продолжительное время. А это не очень хорошо. Поэтому холодное нужно есть отдельно. Вообще в аюрведе говорится, что еду нужно запивать просто теплой водой. То есть прямо во время еды пить теплую воду, и тогда все будет как бы хорошо. И не нужно запивать еду фруктовыми соками, ну, только если это не какая-то там сладость, да, то есть... И, кстати, всегда, когда, скажем так, вы любите, если сладкие вещи, их нужно запивать горячим чаем. Окрошка, это как раз вопрос в чате, окрошка, она хороша только для летнего периода, она всегда подается прохладной, причем тоже окрошку не нужно в ледяном, да, то есть не нужно, вы сначала взяли тарелку с окрошкой, разбили там лед и вот это едите. Это не очень хорошо. Окрошка, она должна быть просто прохладной. И как раз такой продукт, он помогает, ну, скажем так, охладить тело. Действительно, очень часто говорят о том, что пить нужно через два, там, час-два после еды. Но на самом деле в аэровидической медицине говорится, что пищу нужно запивать во время еды. И вот здесь интересность, такой, можно сказать, небольшой конфликт между современными пониманиями и, там, древней медициной. Теперь мы возьмем и разберем, что такое запивать пищу во время еды. Это не значит, что вы пьете стаканами во время еды. Вы съели одну, две или, там, три ложки еды и сделали небольшой глоточек теплой воды. Когда вы начинаете пить воду со льдом, вот это как раз нельзя делать. Когда вы начинаете после каждой ложечки еды выпивать стакан воды, это нельзя делать. Но пить именно вот такими небольшими глоточками во время еды – это очень хорошо. Это помогает пищеварению. И, ну, можно подумать о том, что, может быть, аэровида заблуждалась. К сожалению, нет, потому что, смотрите, очень много современных открытий, современных идей, они через некоторое время становятся неактуальными. Я просто помню, когда я еще учился на медицинском факультете, было четкое утверждение у всех врачей о том, что нужно обязательно есть обезжиренные продукты. И многие до сих пор их едят. Но лет через 15 после этого врачи и те же самые ученые доказали, что, оказывается, обезжиренные продукты вызывают диабет и заболевание сердца. Я думаю, что многие помнят, да, что нужно… А кто до сих пор считает, что нужно есть обезжиренные продукты? Когда вы плюсик поставьте, пожалуйста, кто считает, что обезжиренные продукты обязательно нужно есть? Итак, девушки, вы со мной. Отлично, плюсики пошли. Обезжиренные продукты. Итак, вы заходите в магазин, идете в молочный отдел и покупаете там обезжиренный творог, обезжиренное молоко. Ну, обезжиренное масло, наверное, нельзя купить, но, тем не менее, наверное, бы хотелось. Так вот, обезжиренные продукты, они, опять-таки, современные исследования доказывают о том, что они вызывают заболевание сердца и диабет. Потому что, ну, наверное, никто из вас никогда не видел корову, которая… Подходишь к корове, она так дает там 2-процентное молоко или 15-процентное молоко, из которого делается там, допустим, творог какой-то. Нет, такого не существует, потому что в природе невозможно отконтролировать, контролировать, скажем так, жирность у коровы. Она дает натуральное молоко, это связано с ее обменом веществ, с тем, что она ест и так далее. Вот, и вот, скажем так, это такая формула продукта, которая дала нам природа. Если она потребляется человеком, то это максимально полезно. Когда мы немножечко обрабатываем, там, да, масло делаем 72%, добавляем туда маргарин, чтобы он был подешевле. Когда молоко разбавляется, когда разбавляется творог, то есть меняется его, то это не совсем натуральный продукт получается. И поэтому, к примеру, я часто там своим пациенткам говорю, что надо кушать фермерские продукты, они более-менее, они приближены к натуральному, скажем так, состоянию. И поэтому, когда вы живете в городе и постоянно едите какие-то там неправильные сочетания продуктов, неправильные, ну, скажем так, термически обработанные продукты, даже если вы едите натуральные продукты, потому что очень часто женщины едят натуральные, там, экологически чистые, там, бюргеры, там, какие-то продукты, но когда вы это делаете, допустим, на ходу, да, то есть, представляете, вы бежите на работу, у вас в руках такой прекрасный экологически чистый сандвич, там, чистые помидоры, вообще натуральный шассир, там, от козы, которая пасется, там, где-то в горах Франции. Вы бежите, вы перехватываете такое дыхание, вы не пережевываете пищу, вы просто ее заглатываете, вы бежите на работу и думаете о том, что, ой, сейчас там, все без меня развалится, то, поверьте, дело в том, что этот, ну, скажем так, эта пища, она никогда не будет правильно усвоена, то есть, она не даст вам никакой пользы, кроме вреда, потому что вы накопите токсины в организме, потому что это как раз просто непережевыванная пища, которая, ну, скажем так, захвачена на ходу. И поэтому такие простые вещи очень важно знать, что нужно просто сесть, всегда, когда вы завтракаете, обедаете, ужинаете, неважно, вы должны сесть, у вас должно быть хотя бы там 5, 10, 15 минут о том, чтобы подумать о еде, почувствовать ее вкус, почувствовать, там, руками, не знаю, ложками, увидеть, как она вообще выглядит, да, не из какого-то пакета вы достаете, там, кусочек и кидаете в рот, как она выглядит, потому что все эти процессы влияют на пищеварение, они влияют на то, как пища усваивается. И в связи с тем, что мы часто, у нас нету возможности почистить организм, очень часто нет возможности, скажем так, отдохнуть, то тело, оно зашлаковывается больше и больше. И я часто на консультациях констатирую тот факт, что женщина ко мне приходит, к примеру, она там по паспорту 30, а организм у нее там на 40, на 45, потому что износ тела, когда мы живем в городе, когда мы интенсивно работаем, у нас там, допустим, большая семья у вас, дети, муж, еще очень много работы, получается, что организм он изнашивается. И очень важно научиться методам, которые помогают приводить организм в порядок, балансировать его, по крайней мере делать периодические очищения организма, восстанавливать себя, заниматься практиками, вот дыхательной практикой. И дышать можно, допустим, то, что я вам рассказывал, вот это дыхательное упражнение, когда вы вдыхаете, выдыхаете через одну ноздрю. Дышать можно 5 минут утром, 5 минут вечером. Это будет гармонизировать вашу нервную систему, успокаивать ее и действительно настраивать всю вашу эндокринную систему на новый лад. И поэтому я часто рекомендую своим пациентам именно периодически чистить организм. То есть, к примеру, каждое воскресенье или неделю в несколько месяцев проводить небольшие очистки. Это помогает вам вернуться к себе, восстановиться. Во время очистки очень важно интенсивно не работать, то есть немножко взять побольше времени для себя, утром подышать, вечером подышать, правильно попитаться в течение, к примеру, 7 дней. Я часто провожу такие марафоны. Марафоны как раз связаны с очищением. И для всех, кому интересно, после этого онлайн-трансляции будет ссылка у меня на Инстаграме. У меня в Инстаграме будет ссылка о том, как проводить это очищение. Будет очередной марафон. И вот Наталья как раз, у нее также будет ссылка на мой марафон. Если вам будет интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Да, есть такие дни. В чате как раз мне пишут икадыши. Икадыши — это 11-й день лунного календаря. Это один из самых благоприятных дней для очищения. Также очень благоприятно периодически чистить организм на убывающую луну, потому что тело как раз будет легче очищаться, потому что наши тела взаимосвязаны со Вселенной, с окружающим миром. И, конечно же, те методы, которые изложены в иеродической медицине, в йоге, они помогают нам понять наше тело намного больше. И для каждой женщины, пожалуй, есть очень много рекомендаций о том, как правильно, согласно своей конституции, почистить организм, как улучшить состояние и как раз как восстановить биологические часы. Потому что любая чистка, такая глубокая чистка, она помогает восстановить свои биологические часы. Конечно же, вы можете просто поголодать или позаниматься интенсивной физической нагрузкой, но очень важно это делать все в сочетании, в правильном балансе. И это будет помогать восстановлению. И, соответственно, на марафоне, который я начну как раз 1 июня, там в течение 7 дней, а для кого-то в течение 14 дней, мы будем погружаться полностью в этот процесс очищения. Я буду рассказывать как индивидуально. То есть это как раз такое знание, которое вы сможете потом все время использовать для себя. Потому что, ну как вот эти 7 дней почистить, так можно чистить 14 дней, и можно периодически для себя проводить такие очистки. Они будут очень гармоничны, и в зависимости от сезона они будут влиять на вас по-разному. К примеру, перед летом очень хорошо почиститься, во-первых, восстановить свою фигуру, может быть, что-то подтянуть в своей фигуре, улучшить пищеварение для того, чтобы когда вы поехали куда-либо на отдых, вы не думали о своих болячках, потому что тело, оно чистое. Не просто вы там похудели, а именно почистились. То есть вы можете насладиться отдыхом, потому что очень часто, к примеру, во время консультации я вижу пациента, которые вроде бы едут на отдых, или вроде бы только что приехали с отдыха, но не происходит вот этот процесс такой, скажем так, такой внутренней гармонии, внутреннего освобождения, очищения. Все очень заморочены проблемами, которые происходят вокруг. А ирведа-йога как раз помогает немножко успокоить свой внутренний мир, привести в порядок себя, сбалансировать себя для того, чтобы потом было больше энергии, для того, чтобы было больше радости в жизни. У меня был один учитель, которому было 125 лет, и я как раз у него учился пульсовой диагностики. И вот он говорил, что если вам положено прожить, ну, скажем так, до 100 лет, то вы проживете. Но вы можете прожить эти последние годы жизни в кровати, когда за вами будет несколько человек ухаживать, а можете очень активно двигаться, изучать что-то, путешествовать. То есть это как раз зависит от того, насколько качественно вы живете. И как раз айрведа учит качество жизни. Поэтому очень важно знать себя, очень важно понимать свою конституцию, очень важно понимать свои сильные и слабые стороны, то, что касается здоровья. И, конечно же, поддерживать их. Потому что поддержание и предупреждение каких-то болезней, оно всегда легче, чем лечение самой болезни. Поэтому я всех приглашаю на марафон, почистить свой организм и надеюсь, что это будет эффективно. Также, кому интересно, вот вы знаете мой инстаграм, мой сайт ayurvedaru.ru, очень простой. Но вы можете меня везде найти в интернете. Для тех, кто позже присоединился, я Борис Рогозин, заведующий кафедрой айрведической медицины при Российском университете Дружбы народов. Я желаю вам всем счастья, здоровья и надеюсь, что дал вам что-то полезное. Пожалуйста, пишите свои вопросы, присоединяйтесь к моим марафонам, курсам и до новых встреч. Всем большое спасибо, до свидания. И, Наталья, спасибо, что вы меня пригласили. Надеюсь, что женщина вашей группы очень понравилась, дал какое-то знание. Надеюсь, что у нас будут такие встречи регулярно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok